Здесь все земляки. Тысячи жителей края и других регионов в эти выходные по традиции ехали на родину Михаила Евдокимова. В селе Верховское в 31 раз проходил фестиваль народного творчества и спорта «Земляки». Приехали, как бы сказать, по зову сердца, нам близок сам Евдокимов. Чувствуется кругом доброта, светлость, гордость на душе. Все прекрасно. Спортивное состязание днем, вечером, музыкальный праздник. «Земляки» давно стали площадкой, где люди отдыхают и телом, и душой, и поколениями ездят на фестиваль. До своей гибели в 2005 году Михаил Евдокимов каждое лето собирал в Верховском тысячи людей, объединяя их любовью к малой родине и семье. Глубокое служение своей земле подчеркнул и губернатор Виктор Томенко. «Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше. Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал». «Я начала, точнее, я впервые выступала на этом фестивале, наверное, лет 10 назад, еще в таком детском коллективе, и периодически сюда приезжаю. Поэтому для меня это уже история, как минимум. И, наверное, это еще классный показатель того, что, казалось бы, в таких маленьких местах, регионах проходят такие крупные фестивали». Фестиваль памяти не мог пройти без друзей Евдокимова. Большие артисты стараются приезжать на Алтай каждый год. «Уникальный настоящий мужик. Юмор Сергеевича. Выше пояса, ниже никогда не опускался. С потрясающими чувствами юмора, потрясающими вокальными данными. И грандиозный товарищ и наш друг». Панкратов Черный вспомнил, что народность была у Михаила в крови. И любую несправедливость по отношению к землякам он воспринимал с болью. «Он не мог к этому относиться равнодушно и спокойно. И жить ради своей славы и популярности. Он плакал, он рвал к себе на куски. И мы за это его любили и восхищались им». «Он умел дружить, он умел и ненавидеть. То есть он ненавидел, он никогда не будет дружить. Он не шел на компромиссы никогда. Поэтому вот это вот и люди чувствовали. Поэтому шли за ним. Приезжали из десяток деревень, даже соток деревень. Я помню, кирзовые сапоги, плащи, на лошадях, на машинах. Приезжали на велосипедах, пешком». По словам друзей, сами люди и подтолкнули Михаила на путь политики и мощно поддержали во время выборов на пост губернатора. Эти выборы считаются самыми народными в крае с начала 21 века. Шлифовщик на заводе, получивший образование экономиста, ставший всероссийским артистом, а после – избранным губернатором. «Если только я говорю, что я с Алтая, первые, кто говорят, о Евдокимову знали. Поэтому мы просто обязаны приходить на этот фестиваль. Мы просто обязаны помнить наших земляков. А уж что касается Евдокимова, ну тут, наверное, без откровения. Просто простая человеческая любовь и, наверное, уважение». «Я был за неделю до его гибели у него дома вот здесь, в Риховском. Вот. Ну, я всего не могу рассказать, а просто я помню, что у Миши на бане стоял ремонт. «Да, да, да». «Корабль проходит?» «У-у-у-у-у!» «И корабль ему отвечает. Так вот, говорят, что сейчас корабли проходят, Миши нет, а они все сигналят». Сейчас артисты надеются, что власти разрешат установить Михаилу памятник на въезде в село Верховское, чтобы народная любовь к Евдокимову не гасла. В этот раз фестиваль собрал почти 20 тысяч зрителей.